Господи Божий мой, на тяну паван, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие Отеана, глава 6, стихи 48 по 54. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Отца Александра. И хлеб, его же аз дам, плоть моя есть, его же аз дам за живот мира. Пряхуся же между собою, жидове, глаголюще, как он может сей нам дать и плоть свою ясти? Рече же им, Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, аще не снести плоти сына человеческого, не пейте крови его, живота не имате в себе. Еды мою плоть и пияй мою кровь, им от живот вечный, и аз воскрешу его в последний день. Предлагаю прочитать этот текст в русском переводе. Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, как он может дать нам есть плоть свою. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пиющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Доказав иудеям, что они не имеют никакого права роптать на то, что он требует от них веры в его божественное предназначение, Спаситель снова говорит о том, что только вера в Него дает вечную жизнь и спасение. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Следовательно, здесь Христос хочет сказать только, что вкушение истинного небесного хлеба дает человеку возможность после смерти воскреснуть к вечной жизни. Александр Павлович Лопухин замечает, отсюда можно заключить, что и слово Христа о странствовавших в Синайской пустыне евреях, что они умерли, по преимуществу означает то, что они умерли духовно, что вкушение манны само по себе не дало им возможности вступить с Богом в такое тесное общение, которое бы продолжилось и после их смерти. Умерши телесно, они за гробом не вошли в вечную блаженную жизнь и со временем не получат блаженства. Еще более ясно и определенно говорит Господь далее. «Я хлеб живой, сшедший с небес, едущий хлеб сей будет жить вовек». Кто будет есть этот хлеб, тот будет жить вовек. То есть такой человек и теперь живет настоящей жизнью, и будет продолжать жить, несмотря на то, что душа его по смерти разлучится с телом. И тут же Господь, подразумевая свою предстоящую крестную смерть на Голгофе во искупление грехов всего человечества, добавляет, «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». В своем труде отчерк православного догматического богословия протеерей Николай Малиновский поясняет, в этих словах Христос представляет плоть свою, человечество свое, с одной стороны, как искупительную жертву за мир, с другой, как пищу, дающую верующим жизнь вечную. Здесь таким образом дается самое ясное обетование касательно Евхаристии. В ней верующие будут вкушать самую плоть Христа или самое тело Его. Иудеи же, понимая слова Господа, буквально пришли в недоумение и стали спорить между собою, говоря, «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Они поняли слова Христа в том смысле, что Он обещает им отдать на съедение свою живую плоть, свое тело в настоящем Его виде и состоянии, а потому между ними произошел спор. Но Господь, желая пресечь их спор, подкрепляет уже высказанную мысль словами. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Здесь Господь уже во всей полноте и ясности раскрывает свое учение о необходимости причащения Его тела и крови для спасения. Ветхозаветная Пасха была не только радостной трапезой, но и жертвой, ибо пасхальный агнец приносился в жертву Богу. Это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. Такое объяснение при вкушении агнца должны были давать отцы своим детям относительно крови на перекладине и косяках домов в ночь выхода евреев из Египта. На пасхальной вечере эту кровь символически заменяли вином. Архиепископ Оверки Таушев пишет, «Так как пасхальный агнец являлся прообразом Христа, как и избавление евреев от египетского иго послужило прообразом искупления мира, то в словах Христа о том, что для вечной жизни необходимо есть плоть Его и пить кровь Его, надо видеть замену ветхозаветного агнца плотью Христовой и символического вина кровью Его. Это и есть новая Пасха, которую Господь пророчески изображает в беседе». Смысл слов Христа, дорогие братья и сестры, заключается в следующем. Кто хочет уразуметь искупление, совершаемое Христом в Его крестной смерти, тот должен вкушать Его плоть и пить Его кровь. Тело и кровь Христовы дают самое тесное внутреннее общение с Господом, соединение с Ним, полагая начало внутреннему преображению и освящению души. Нам же следует помнить, что для спасения недостаточно только верить во Христа, но нужно соединиться с Ним, пребывая в Нем, дабы и Он пребывал в нас, что и достигается посредством таинства причащения – тела и крови Христовых. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Господи Божий мой, на телу повад, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя! Субтитры создавал DimaTorzok